Я понимаю, что зависти, почести, страсти, все это вещи, которые можно не ограничивать. Это ведь помощь от обратного. Проблема не в этих свойствах, а отрыв от правильного места. Ведь очень трудно оправдать себя, если я использую эту силу, которая называется зависть, почести, страсти. Если я могу попасть в такие места, которые будут против Горопы, против Кабалы, или якобы я делаю какие-то правильные вещи. Как я могу организовать для себя внутренние рамки? Я не говорю про группу книг, когда я учусь, а другие рамки. Отмена. Отмена относительно них. Да, но зависть, почести. И через отмену ты пробуждаешь зависть, почести и тщеславие. Пробуждаешь. Ты раскрываешь глаза и начинаешь анализировать. Не происходит просто так само по себе? Просто так человек выпадет отсюда и... Ну, может, будет находиться и в зависти, и в страстях, и в тщеславии, но это в материальном. Как добиться, в группе, здесь, среди всех, быть больше, чем остальные и так далее. Это может казаться и духовным? Может, может. Он может запутаться, но группа все-таки уже устроена так, что она не оставит его. Он изменится. Изменится. Здесь атмосфера такая, что все-таки люди заняты внутренним поиском. Это все больше и больше принимают верную форму. И те, кто попадает сюда и ничего не знают, ну, начинающие, разные. Если они появляются здесь, они приобретают правильную форму. Люди по-настоящему начинают стремиться к истине. Не ко всяким разным проявлениям заработать что-то. Это, конечно, берет время, но это происходит. Но для этого нужно каждый день приходить.